Ежедневно услугами, которые предоставляет жилищно-коммунальное хозяйство, пользуется практически каждый житель края и справедливо рассчитывает, что эти самые услуги будут выполнены качественно и в срок. Ухоженные подъезды, дворовые территории, безопасные тротуары, освещенные улицы, чистая и теплая вода и многое другое. Список широк и его выполнение – непростая задача. Справляются с ней не всем. Как результат – жалобы. К примеру, за последние два года количество обращений в обл. исполком по данной теме составило 35% от общего числа. Это подтверждается и на личных приемах, которые проводят члены исполкома, и прямые телефонные линии. Об этом говорят, что даже не 35%, а основная масса обращений – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Притом работа с населением, согласно нормативно-правовым актам, является одним из важнейших направлений деятельности ЖКХ. Особое место отводится обращениям граждан, которые, по сути, являются лакмусовой бумажкой труда специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Обращение ежеквартально анализируется, не менее чем два раза в год рассматривается на заседаниях коллегии областного управления ЖКХ. Помимо статистического анализа, с 2016 года на официальных сайтах в предприятии ЖКХ в Брестской области в глобальной компьютерной сети интернет размещена анкета, где граждане добровольно могут высказать свое мнение о работе ЖКХ. Несмотря на то, что и по итогам 2017 года в анкетировании приняло всего лишь 1523 человека наиболее активного населения, анализ результатов показал, что 58% респондентов в целом положительно оценивают работу коммунальника и считают, что работа улучшилась. Но вместе с тем, оставшиеся 42% граждан считают, что работа не изменилась и ухудшилась. За 9 месяцев 2018 года на предприятие ЖКХ Брестской области поступило почти 4,5 тысячи обращений и без малого 50 тысяч претензий. Стоит отметить, что с 2016 года цифра обращений уменьшилась практически вдвое. В числе тем эксплуатация и ремонт жилфонда, а также наружных систем водоснабжения и водоотведения, бытовое обслуживание, благоустройство, действия должностных лиц, оплата коммунальных услуг. Пунктом 4 директивы президента Республики Беларусь определено, что все проблемы и трудности населения должны в первую очередь разрешаться непосредственно на местах. Анализ показывает, что это не всегда так. Наблюдается устойчивый рост количества поручений из вышестоящих организаций по рассмотрению обращений граждан и представителей юридических лиц. На 15% в 2017 году, к 2016 году, на 18,5 за 9 месяцев 2018 года, к аналогичному периоду прошлого года. Но не всегда претензии, жалобы и пожелания обоснованы. Есть и так называемые профессиональные жалобщики, и те, кто считает, жилищно-коммунальные услуги нужны только ему одному. К примеру, в областном центре Брещины рост обращений связан, как это ни парадоксально, с увеличением объемов работы ЖКХ. Капитальный ремонт проводится в большом количестве домов. Цифра выросла более чем в три раза. Очередность проведения определяется в соответствии со стандартами. Но жильцы соседних домов, как правило, уверены, им было нужнее. Та же история и с благоустройством дворовых территорий и с обновлением центральных магистралей. Последних, к слову, в областном центре модернизировано рекордное количество. В этом году в Бресте мы пошли на рекорд. У нас 33 улицы заасфальтированы. Из этих 33 улиц 15 улиц, грунтовых улиц, которые впервые получили асфальт. 7 километров грунтовых дорог, 8 километров старого асфальта поменяли. И это без Торченихидзе, без западного обхода, без Копинского путепровода. Поэтому вы прекрасно понимаете, что приоритет – это дорожная инфраструктура города. Навести порядок в обращениях, своевременном на них реагировании и его эффективности должен помочь единый областной контакт-центр в полную силу. И на всей территории края он заработает уже на следующей неделе.